Игра в кошки-мышки или поклонники блатной романтики в Перми осудили преступную группу, которая несколько месяцев держала в страхе автомобилистов Перми. Злоумышленники совершали набеги на автопарковке и гаражи, нападали и на жителей Прикамья. А пара злодеев настолько вошла во вкус, что умудрилась совершить преступление уже даже после задержания группы. Как им это удавалось, расскажет Елена Иговцева. Юны, но очень опасны. В зале судебного заседания мамы, папы и бабушки этих молодых парней. По материалам дела, все прошлое лето злоумышленники являлись грозой автомобилистов в селе Гомова, а также на территории Дзержинского и индустриального районов Перми. На счету шестерых членов преступной группы – угоны автомобилей, кражи, разбой и грабежи. Похищались автомобили различной категории, то есть это и грузовые, такие как бортовые газели, либо это легковые автомобили. И, соответственно, сумма ущерба тоже различная. Плюс имущество, которое находилось в данных автомобилях, то будь это сабвуферы, автомагнитолы, иные какие-то личные вещи. А также совершали грабежи и разбой на территории парка села Гомова. Задержали преступную группу в ходе оперативных мероприятий. Четверых леходиев сразу взяли под стражу. Двоих поместили до суда под домашний арест. Но даже электронные браслеты не смогли удержать парочку от угонов авто. Перед тем, как пойти на дело, один злоумышленник надел контрольное устройство на кота. Другой прицепил его к тяжелобольному члену семейства. Один из них снял браслет, надел на животное, на домашнюю кошку, спустился до своего друга в отношении, который был избран домашний арест, сняли с него браслеты и, соответственно, убежали из дома и совершили новые преступления. Также угон автомобиля. На пульт поступило сообщение о том, что на браслет существует какое-то воздействие, в том числе по его снятию. На угнанной машине вернулись домой. Там их и задержали правоохранители. Игра в кошки-мышки не прошла для злоумышленников даром. Большинство из этих ребят ранее уже имели проблемы с законом. Суд вынес суровые приговоры – лишение свободы от 3 до 12,5 лет. Лишь один из осужденных будет отбывать наказание в колонии-поселении. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.